а сейчас перед тем как мы будем грунтовать наши детальки давайте прорисуем хорошо глазки и ротик как видите у меня один глаз немножечко съехал в сторону он у меня получился больше чем этот поэтому что и сейчас сделаю я возьму пластик сотру глазки потому что мне их нужно нарисовать заново немножечко они у меня съехали получился что немножко один больше другой меч но это получается только из-за того что мы набивали игрушку здесь вот делали утяжку и глазки немножечко ушли в сторону что я сделал я сейчас вырезала трафарет глаз накладываю на место где мне нужно нарисовать сейчас глазки вот можно взять иголочку приколоть трафарет глаз хорошенечко выровнять чтобы они были ровненькие так немножечко уберем чтобы от переносица было одинаковое расстояние так и перевожу трафаретик самое главное ввести контур а внутри нужен рисуем сами так вот у меня будет 1 глаз и обвожу трафарет 2 глаза так все вот у меня трафарет глаз есть сейчас рисуем смотрим на трафаретик и рисуем белок глаза можно здесь немножко по-другому что-то нарисовать не обязательно как у меня белок нарисовала и зрачок этот глазик и смотрим на 2 глазик смотрим на трафаретик и переносим контур зрачка и белка 2 глазика вот мне здесь будет белок и здесь у меня будет зрачок и вверху у нас идут бровки все поправляем где нужно ротик улыбочку язычок чтоб хорошо видно было и здесь можно поставить точечки где у нас будут расти усики усики можно не обязательно их делать ну а точечки думаю что поставить стоит и так контуры мы с вами обвели все убираем сейчас берем белый строительный акрил если он густой значит мы должны его развести с водичкой чтобы у нас получилось как жидкая сметана и сейчас давайте попробуем будут ли закрашиваться наши контуры на обратной стороне головы я делаю черточку и проверяю как у меня раствор будет ли он закрывать все контуры я закрашиваю эту черточку и вижу что контуры у меня просвечивается значит раствор мы развели правильно если черточки у вас не видно значит нужно вам добавить обязательно водички и так давайте приступим так убираем иголочки сейчас мы будем с вами грунтовать ушки грунтовать полностью всю мордашку и так давайте приступим хорошенечко перемешиваю акриловую краску белую и потихонечку начинаю грунтовать прохожу все шовчики грунтуем полностью всю мордашку так не грунтуем только нижнюю часть там где мы будем пришивать голову к шейке я припуски убрала вовнутрь чтобы они мне не мешались и вот стараюсь вот эту часть не грунтовать иначе нам очень трудно будет потом пришить голову к туловище так ну вот бардашку я тут загрунтовала переворачиваю и грунтую дальше то есть прохожу ушки так кошки нам нужно обязательно придать им правильное положение ушек как только сейчас немножко у нас подсохнет акриловая краска мы с вами сделаем правильные ушки поставим их так как должны быть у далматинца и так полностью покрываем всю голову далматинца и так я полностью загрунтовала голову также загрунтовала ушки и сейчас пока у нас ушки влажные нам нужно придать им нужное положение лучше всего найти какую-то картинку или какую-то фотографию далматинца и посмотреть как у них стоят ушки и вот сейчас когда они влажные можно придать им любое положение мордашку отправляем на просушку с ушками можно будет еще потом поработать они сейчас слишком влажные чтобы придать нужную форму немножечко их нужно подсушить и так голову я убираю берем с вами тельца нашего далматинца и полностью покрываем его акриловой краской точно этой же кисточкой этим же раствором я полностью грунтую тельцем наши игрушки ну и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Деталью я полностью загрунтовала. И сейчас нам нужно отправить ее на полную просушку. Как только она у нас высохнет хорошо, мы продолжим с ней работать. Итак, мы загрунтовали голову. Мы загрунтовали полностью все тело нашему Далматинцу. У меня все подсохло. Ушки тоже хорошенечко уже высохли. Такая мордашка у нас получается. И сейчас мы будем ее тонировать. Перед тем, как мы будем тонировать, возьмем простой карандашик и поправим все контуры. Где плохо видно, мы поправляем. Где что-то вам не нравится, можно взять ластик, поправить. Так, вот все есть. Можно сразу нарисовать пятнышки. Так, вот я здесь уже на ушках нарисовала. Так, все. И точно так же можно нарисовать на лапках пятнышки. Рисуем на задних и на передних лапках. Вот. Немножечко можно на пузике нарисовать пятнышки. А сейчас переходим к голове. Сейчас нам нужно расписать мордашку. Перед тем, как мы будем расписывать мордашку, нам нужно с вами взять кисточку, щетину с таким вот коротеньким ворсом. Можно купить обычную кисточку и ее обрезать. Оставить буквально 2-3 мм. И нам понадобится с вами сухая пастель. Сухая или масляная пастель. Так, берем кисточку. Находим темно-коричневую, сухую или масляную пастель. Наносим на кисточку сухую пастель или масляную. И сейчас нам нужно пройти по всем контурам. Обводим контур глаз. Я не просто обвожу, а стараюсь втирать сухую пастель в ткань. Это сухая пастель, которая со временем немножечко осыпется. Поэтому, если вы наносите слишком большое количество, помните о том, что сухая пастель, она осыпется. Так, наносим тонировочку под носиком. Так, проходим по контурам ротика. Немножечко можно затонировать верхнюю часть носика. Наносим тонировочку на нижнюю часть мордашечки. А сейчас переходим к переносице. Наносим тонировочку на переносицу, где мы ее пришивали. С одной стороны и наносим тонировочку с другой стороны. Так. Ну вот, я думаю, что достаточно. И сейчас можно уже приступать к росписи глаз, носика и ротика. Но мы пока откладываем голову, переступим к тонировке верхних и нижних лапок. Берем с вами коричневую пастель и начинаем тонировать. Проходим между пальчиками. Проходим верхнюю часть каждого пальчика. Тонируем обратную сторону. Тонируем. 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 Так, тонируем лапки верхние. И проходим по месту стачивания деталек. Так, сейчас по коричневой тонировочке я прохожусь слегка черной пастелью. По всем местам. И вот что у меня получается. Тонировочка сначала была коричневая, потом по коричневой я прошла с черной. Так. Так же тонируем хвостик. Можно слегка пройтись черной пастелью. Место стачивания. Прям слегка. Сухая пастель, она немножечко осыпется. Порфекта. Так. Вот так. Так, мы затонировали, сейчас берем простой карандаш, рисуем подушечки под каждым пальчиком, на этой лапке и на этой лапке. И рисуем подушечку в центре лапки. Разукрасить в розовый цвет. Тоже можно пройтись сначала пастелью, чтобы придать им небольшой объемчик. Так, подушечки мы отбили. И сейчас можно разукрашивать подушечки и можно уже разукрашивать все пятнышки. Так, и будем сейчас расписывать мордашку. Будем рисовать глазки, закрашивать носик, язычок, ротик. Вот все мы будем сейчас расписывать. Итак, берем с вами белую гуашь или белую акриловую краску и разукрасим белое глаза. Так, я разукрашиваю кисточкой номер два синтетика. Так, белое глаза на одном глазике разукрасила, переходим на второй. Белок есть. Сейчас разукрашиваем радужку глаза. Для радужки глаза мне понадобится белое и голубой цвет гуаши. Беру белый цвет, добавляю немножечко голубого. Если вам нужны глазки зелененькие, значит, разбавляем зеленый цвет. И закрашиваю радужку глаза. Союзная желающая белая детка. Возле зрачка можно сделать немножечко посветлее оттенок. Так, есть. Точно так же разукрашиваем радужку второго глазика. Так, переходим к зрачку. Берем черную акриловую краску, можно также взять черную гуашь, добавляем туда клея ПВА и закрашиваем зрачок. 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 так зрачки готовы черной краской также закрашиваем носик и внутри ротика и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я закрасила носик, я закрасила внутри ротика черной акриловой краской И сейчас можно уже разукрасить пятнышки Вот где у нас пятнышки есть, там мы полностью их разукрашиваем черной акриловой краской Или же черной гуашью с добавлением клей ПВА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такие пятнышки у меня получились на спинке, на ушках И сейчас берем с вами красную гуашь, добавляем в нее белую гуашь, получаем такой розовый цвет И этим розовым цветом мы разукрашиваем язычок Так, язычок Нам нужно разукрасить внутреннюю сторону ушек полностью и подушечки Вот и каждую подушечку я разукрашиваю розовым цветом Монтажем И сейчас берем субтитры сделал DimaTorzok И сейчас берем субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Вот у нас язычок пока подсыхает, и нам нужно разукрасить внутри полностью все ушко. Желательно в этот раствор добавить немножечко клея ПВА, для того, чтобы у нас хорошо стояли ушки. А сейчас, когда у нас все уже хорошо подсохло, глазики, носик, все подсохло, мы берем с вами тоненькую кисточку, у меня нулевочка. Берем белую гуашь или белую акриловую краску и нарисуем лучики на глазках. Я рисую лучик один длинненький, один коротенький. Вот я вижу, что, думаю, что видно лучики. И точно так же я рисую лучики на втором глазике. Так, лучики мы нарисовали. Сейчас нам нужно поставить блики. Блик на один глазик. И блик на второй глазик. Делаем их яркими, четкими. И внизу можно поставить еще один блик. На глазки блики мы поставили. Ставим блик на носик. Блики мы поставили. А сейчас мы берем с вами черную гелевую ручку и обводим все контуры. Контур глаз, контур ротика, контуры всех пятнышек. Вот, обвела контур. Сейчас обвожу границу белка и радужки. И границу зрачка и радужки я тоже обвожу черной гелевой ручкой. Так, обвожу контур улыбочки. Обвожу нижнюю губку. Обвожу контур язычка. Можно поставить полосочку на язычке. Обвожу переносицу. Так, рисуем на переносицу. Так. И обвожу контур второго глазика. Так, глазки мы обвели, ротик мы обвели. Сейчас можно нарисовать точечки, где растут усики у собачки. На этой стороне и точно так же на этой стороне. И обвожу контур носиком. Так, с носиком, с ротиком мы закончили. И сейчас можно ввести все пятнышки. Но это не обязательно. Если вас устраивают такие пятнышки, можно оставить их такими. Нет, можно обвести. Итак, у нас полностью готовы детальки. Мы их нарисовали пятнышки, разукрасили глазки. И сейчас нам нужно голову приклеить к туловищу. Я приклеивать буду при помощи клеевого пистолета. Я его поставила пока разогреваться. А мы сейчас подготовим голову. Припуски, которые у нас есть, нужно обязательно убрать вовнутрь. Чтобы здесь ничего лишнего не было. Обязательно примерим голову к туловищу. Посмотрим, определитесь, как вы сейчас будете приклеивать. Желательно, чтобы щеночек смотрел немножечко так, голова у него была на бок и приподнята к верху. Тогда, если он будет сидеть, он будет смотреть как раз вам в глаза. Итак, сейчас я заполню клеем отверстие головы. Клей у меня уже разогрелся. И я наполняю горячий клей вовнутрь. И быстренько-быстренько мне нужно приклеить голову к шейке. Сразу поправляем, как нам нужно. Вот я его немножечко на бочок и наверх. Чтобы у меня щеночек смотрел как раз на меня. Когда он будет сидеть на столе, например, или на какой-то шкатулочке. Итак, мы голову зафиксировали. И сейчас мы берем с вами иголочку с ниточкой и пришьем еще полностью всю голову к шейке. Так, мы голову приклеили. И сейчас берем иголочку. Я возьму ниточку номер 10 в одно сложение. Сделаю узелочек. И начну пришивать. Ниточку закрепляю. Маленькими стежочками, делая стежочек на шейке. Делая стежочек на нижней части мордашки. Я полностью пришиваю голову. Делая стежочек на нижней части мордашки. Я сделала несколько стежочков. Ниточку подтягиваю. И у меня шов получается аккуратный. И практически не видно ниточек. И так я полностью пришиваю голову к шейке. Самое главное не делайте длинных стежков. Пришивайте коротенькими стежочками. Сделала несколько стежочков. И ниточку подтягиваю. Как видите, очень аккуратно все получается. Голова полностью пришита к шейке. И сейчас мы будем делать закрепочку. Еще раз все подтягиваю. И закрепляю ниточку. Один раз и на второй раз. Делаю пару узелочков. Сейчас делаю прокол. Вывожу иголочку в любом месте. Хорошенько еще подтягиваю. И ниточку я обрезаю. По желанию можно пришить еще на один раз. Если вы видите, что у вас не очень получился аккуратный шов, можно пришить еще на один раз. Это место точно так же можно еще загрунтовать. Белая акриловая краска. Что нам останется сделать с нашим собачонком? Сейчас мы с вами возьмем лак для ногтей. У меня лак прозрачный. И этим лаком мы покроем глазки. Я прикасаюсь кисточкой к глазкам. И наношу лак для ногтей. Так покрыть лаком нужно 2-3 раза. С промежуточной просушкой обязательно. Я покрываю лаком только радужку глаза и зрачок. Можно также покрыть лаком язычок. И можно также покрыть носик. Он должен у нас быть мокренький. Такой блестящий. Покрываем лаком носик. Чтоб он у нас блестел. Даем хорошенечко просохнуть лаку. И покрываем еще на раз, а может быть и на два. Смотрите, как вам нравится, чтобы у вас блестели глазки. Мы покрыли лаком глазки. Они у нас уже блестят. Покрыли лаком носик, язычок. Все это мы покрывали лаком для ногтей. А сейчас для того, чтобы зафиксировать сухую пастель, чтобы она у нас не осыпалась, чтобы у нас тонировочка вся осталась. Мы возьмем с вами лак для волос и покроем всю игрушку лаком. И тогда у нас уже сухая пастель не будет осыпаться. И вся тонировочка останется. Останется шить далматинцу новогоднюю шапочку. Одеть ему ошейник. И наша собачка готова к встрече новому году. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч.